Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами одним таким небольшим трюком, который, я уверена, очень сильно вас спасет. Если недавно вы приобрели какой-то консилер, который вы редко используете, или если даже не недавно, а давно, если у вас валяется какой-то консилер, который не устраивает вас по степени покрытия, то я хочу предложить вам один такой трюк, который, ну, мне хочется думать, что это я придумала, но на самом деле, наверняка для меня это уже 10 раз придумали, а то и 100 раз придумали, но тем не менее, к этому трюку я сама пришла, как бы методом тыка, поэтому хочу о нем рассказать. Так вот, с чего, собственно, все началось. Я купила консилер от Maybelline, который называется Fit Me, и по свочу он выглядит довольно плотным, но в то же время из-за того, что он жидкий, и когда его наносишь и начинаешь растушевывать, то вся его плотность как будто исчезает. И я заметила, что такая ситуация очень часто случается и с другими консилерами. И вот я играла с ним долго, пробовала разные способы, там, закреплять пудрой, там, еще что-то, в общем-то, все такие типичные методы я перепробовала, и тут мне стрельнула в голову одна такая мысль, что если нанести его и оставить его на какое-то время. Я так и сделала, и на удивление это сработало просто на все 120%, наверное. Что я, собственно, делаю, и о чем я хочу сегодня поговорить. Берете консилер, вот такой вот в жидкой форме, и я думаю, что можно попробовать и даже с любыми другими консилерами в любых других текстурах, ну, кроме сухой, очевидно. Наносите его на какой-то ваш недостаток, допустим, там, на прыщик. И вместо того, чтобы мгновенно начать его растушевывать, оставьте его минут так на 10, наверное, чтобы он немножко подсох, схватился, но в то же время нужно вычислить такую грань, когда он не полностью засох уже, а вот потерял вот такой вот естественный влажный блеск, и тогда вот надо, именно в тот момент, когда он именно потерял этот влажный блеск, вот конкретно с этим консилером, это где-то, наверное, минут 5, 7, 10 максимум, вот в этот момент вы начинаете его растушевывать. В чем прикол, собственно? Консилер этот из-за того, что он подсыхает, он уже намного больше схватывается с вашей кожи, то есть он больше цепляется к тому месту, куда вы его нанесли, и когда вы его начинаете растушевывать, то он все равно остается на месте нанесения, и буквально только остается края немножко растушевать, и все вот просто идеально скрывается, поэтому я вид консилер сейчас полюбила огромной любовью, потому что он работает на каких-то недостатках на лице просто на 5 с плюсом, вот реально, у него покрытие замечательное, единственное, ему нужно дать какое-то время для того, чтобы вот именно подсохнуть немножко и схватиться на коже. Я пробовала то же самое делать и с другими консилерами в жидкой форме, в принципе результат был один и тот же, поэтому если вам до сих пор не нравится степень покрытия вашего жидкого консилера, попробуйте такой способ. Единственное, я, наверное, не буду рекомендовать так делать в зоне под глазами, потому что здесь, конечно, все индивидуально, но мне кажется, это может очень сильно высушить эту зону, и так как здесь очень много зачастую таких мимических морщинок, это может все туда очень сильно забиться, но опять-таки, надо пробовать, тестировать, может быть и в зоне под глазами тоже это будет работать конкретно на вас неплохо. Я тоже засняла небольшую такую видеодемонстрацию того, как это работает на практике, и давайте сейчас ее посмотрим. Этот трюк я решила не показывать вам на каких-то неприятностях на лице, по типу прыщиков, чтобы не было так противно, я выбрала пигментные пятна. Вот у меня здесь на щеке есть парочка пигментных пятен, и давайте вот сейчас сравним результат. Допустим, я нанесла консилер от Maybelline на мое пятнышко, и при этом я сразу начинаю его растушевывать. В принципе, оно немножко скрылось, но согласитесь, что основная кроющая способность консилера совсем не проявилась. Пятно как было видно, так и сейчас, в принципе, видно. Давайте сейчас попробуем воспользоваться тем трюком, о котором я хочу вам рассказать. Для этого достаточно также нанести консилер на это же пятнышко. И весь трюк заключается в том, чтобы оставить это минут на 5-7, может даже 10, дождаться, когда консилер перестанет блестеть, вот так вот переливаться и быть влажным на лице, и дождаться того момента, когда он начнет так очень сильно подсыхать. Давайте сейчас я подожду 5-10 минут и вернусь к вам. Консилер уже подсох, но тут важно дождаться того момента, когда он не совсем высохнет, а все-таки его еще можно будет немножко растушевать. И тот же метод, но только я растушевываю по краю, для того, чтобы просто вот слить оттенок консилера с оттенком моей кожи. И я надеюсь, что вам видно, насколько сильно это увеличивает покрытие, то есть моего пятна уже практически нет. Я вот, по крайней мере, в зеркало его не вижу, может быть, камера его еще улавливает, но в зеркале вот так вот обычно, если посмотреть на себя, то я не вижу этого пятна. Вот и все, вот такой вот небольшой трюк. Надеюсь, что он пригодится вам, когда вы будете делать макияж в следующий раз. Обязательно сообщите мне, удалось ли у вас добиться того, о чем я говорила. Может быть, у вас свой какой-то действенный способ есть. В общем-то, дайте мне знать, понравился вам этот трюк или нет. Буду ждать ваших комментариев. Если понравился, не забудьте поставить мне палец вверх, подписывайтесь на канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok